Добрый день! Сегодня мой собеседник, заместитель председателя Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Владимирович Левичев. Добрый день! Добрый день! Импортозамещение сейчас очень модное слово, которое звучит из экранов телевизоров, из печатных СМИ, и это сейчас одно из приоритетных направлений для развития экономики России. Понятно, что есть отрасли, которые достаточно быстро адаптировались к новым условиям, и эту программу импортозамещения выполняют. Но есть отрасли, где есть определенные проблемы, которые, может быть, тяжеловесные, наверное, это чаще всего наукоемкие отрасли, которым пока сложно вписаться в новые сложившиеся условия. Вот по вашей оценке, где у нас есть уже прорыв, в каких отраслях, а в каких местах мы еще пробуксовываем? Знаете, ожидать прорыва в той сфере, которая у нас была в последние годы, прямо скажем, запущена, довольно наивной. Что значит импортозамещение? Понятно, что если у нас предприятие технологически отстало, если производительность труда низкая, то даже если закрывается железный занавес санкций, и какой-то вид товара перестает пересекать таможенную границу, то наш потребитель, привыкший к определенному качеству, да, он не хочет покупать плохой телевизор вместо современного, да, он не хочет покупать какие-то галоши вместо современной модельной обуви. Понятно, что вот так вот по щелчку, там, где нужен передовой край технологической мысли, там годы нужны для того, чтобы заполнить нишу, если она образовала. Но вот если мы обратимся к последним заявлениям руководства правительства, то на веру нам предлагается, что в сельском хозяйстве у нас произошел определенный скачок, даже вот за те месяцы, которые мы живем в условиях санкций Евросоюза. Люди в зависимости от их доходов по-разному воспринимают вот эту потребительскую часть импортозамещения, да. Значит, для одних это импортозамещение вылилось не так давно в повышение цен на гречку, а для других это вылилось в то, что вместо французского сыра они увидели на прилавках вдруг сыр уругвайский или что-то еще более экзотическое, да. Хотя, должен сказать, что я вот любитель сыра по утрам, значит, я последние месяцы выбираю в московских магазинах сыры краснодарские, причем это и крупных каких-то агрохолдингов продукция, так и появились там фермерские сыры камамбер, да. С другой стороны, я не могу не заметить и такую уловку, да, участников внешнеэкономической деятельности, когда, например, там сыр камамбер стал поступать из Алжира, да. Ну, понятно, что это французский сыр, да, который вот таким странным путем попадает. Потом обнаружили лазейку в законодательстве санкционном и на сырах французских стали писать сыр безлактозный, да. Ну, как я могу проверить без лаборатории, да, вот этот сыр вчера этого упоминания не имел, а теперь он появился. На вкус вроде сильно не отличается. Поэтому проблема это очень комплекс, учитывая, что мы все-таки проводим сегодня наш конгресс для депутатов Приволского федерального округа, в котором сосредоточена очень серьезная производственная база, допустим, по таким значимым для государства отраслям, как авиапром, это две трети производства, автопром, 85% производства в России сосредоточено в федеральном округе Приволском. Ну, вот, например, счетная палата привлекла внимание депутатов Государственной Думы и Министерства соответствующего, что различные планы по импортозамещению пока еще друг с другом-то слабо согласованы. У нас целеполагание отстает от написания различных программ дорожных карт, модные такие понятия. Самый, может быть, яркий пример – это планы увеличить, значительно увеличить количество самолетов, самолетов Суперджета МЛ-21 отечественного производства, но при этом счетная палата констатирует, что со стороны авиакомпаний российских спроса-то на эти самолеты нету. А почему нету? Потому что дешевле и выгоднее купить самолет зарубежного производства, это значит, у нас таможенное законодательство, тарифные какие-то моменты не решены. В программе импортозамещения какая роль отводится малому и среднему бизнесу? Или все-таки такая глобальная задача под силу решить крупным предприятиям, у которых есть хорошие финансовые составляющие, какие-то финансовый потенциал? Вообще говоря, звучат такие пессимистические реплики, что является ли предпринимательский корпус сегодня вымирающим классом? Растет число предпринимателей, которые в условиях вот такой нестабильности, экономической нестабильности, отсутствия прозрачности, стремятся реализовать свой предпринимательский потенциал за рубежом. Здесь вот на ноги чуть-чуть встали и давай бежать куда-нибудь подальше. Это, в общем, грустная тема. Но есть и позитивные моменты. Все-таки в последнее время приняты в условиях, конечно, скачков на рынке валютном, в условиях экономических санкций, приняты те меры, которые могут реально помочь бизнесу, в том числе и малому. Это создание такого института развития на базе агентства кредитных гарантий и МСП банка. Выделены ресурсы порядка 100 миллиардов рублей на инвестиционные программы для малого бизнеса. Ну, проблема только в том, что у нас, как это часто бывает, средства выделяются, а получить их регионы, либо вот конкретные хозяйствующие субъекты не могут, потому что бизнес-планы либо фантастические, не очень проработанные, и, в общем, при жестком экспертном контроле оказывается, что риски слишком большие, такие вот наполеоновские планы финансировать, инвестировать в такие вот воздушные замки, я бы сказал. Тем не менее, вот есть и такое осуждение, что в России проблема со средним бизнесом, да? Значит, тот человек, который останавливается на уровне среднего бизнеса, да, он вступает в полосу стагнации и так или иначе, в общем, плохо кончает, да? И у нас вот происходит поляризация предпринимательского корпуса. Это либо люди такие, значит, энергичные, креативные, как принято говорить, которые переживают, значит, все нападки, налоговые проблемы и различные проблемы, связанные с безопасностью бизнеса, преодолевают и выходят на широкий простор. Либо те, которые высоко планку не поднимают, семейный бизнес, фермерский бизнес, то есть остаются в рамках малого бизнеса. А вот эта прослойка среднего бизнеса в количественном плане, оказывается, в последние годы у нас практически не растет. Но стоит задача, давно, к сожалению, стоит, увеличить вклад в валовый внутренний продукт страны малого бизнеса с нынешних примерно 20%, как минимум до 50%, а лучше до 60%, как это происходит во многих развитых странах. И есть надежда, что страны БРИКС, которые консолидируются сейчас, создают свой банк развития в Уфе, вот скоро будет на территории Приволжского федерального округа проходить саммит БРИКС, закладывают предпосылки для того, чтобы в этой области тоже создать условия для серьезного прорыва, независимо от того, что будет делать дядюшка Сэм вместе со своим долларом, который захватил весь мир, к сожалению. Наверное, проблему импортозамещения сложно решить без законодательной какой-то базы. Какие-то вы можете отметить законопроекты, которые уже приняты в Госдуму, или, может быть, на чем сейчас работает Госдума в плане поддержки импортозам? Ну, вы знаете, вот оттолкнемся от примера по самолетам. Значит, сейчас, после практически полутора лет обращения в различные инстанции, в счетную палату, к руководству страны, к председателю правительства, мы добились того, что по согласованию с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, по решению Государственной Думы, создана рабочая группа высокого уровня по определению методик и подсчету пополнения бюджета Российской Федерации за счет таможенных платежей. До сих пор, к сожалению, вот эта таможенная сфера, которая пополняет российский бюджет очень существенным образом, остается во многом серой, как принято говорить. И это не позволяет и транзитный потенциал Российской Федерации, как мост между Европой и Азией, использовать для пополнения кармана российского гражданина. Ну, и на самом деле это очень серьезный момент для создания определенных преференций для отечественного товаропроизводителя. Приводился недавно пример по, ну, допустим, по сельскохозяйственной технике, да, там, по комбайнам. Если занижается стоимость с помощью так называемых серых таможенных брокеров, которые разрабатывают целую цепочку продажи от производителя этого комбайна, да, через офшорную компанию, где занижается стоимость перед ввозом в Российскую Федерацию, номинальная стоимость, соответственно, таможенный платеж очень маленький уплачивается, и российский комбайн, произведенный в Ростовской области, допустим, он оказывается неконкурентоспособным, да, то есть в области таможенных тарифов и в области вот различного рода преференций по отраслевым каким-то точкам, это тоже вот то поле, которое сейчас активно изучается и в правительстве Российской Федерации, в экспертном сообществе, и, конечно, в Государственном Думе, в ее профильных комитетах. А есть ли какие-то интересные региональные инициативы, например, ЗАГС собраний каких-то областей, республик, вот именно направленных в поддержку? А самая интересная инициатива, я вот уже сказал, в своем выступлении на Конгрессе, да, появилась такая инициатива, по-моему, в Нижегородской области, когда сельскохозяйственное агропромышленное предприятие предложило населению так называемые продовольственные продуктовые сертификаты, то есть это вот такая, значит, бумага, которую ты покупаешь сегодня, а фирма гарантирует тебе осенью, когда она соберет урожай, продажу своей сельхозпродукции по фиксированной сегодня цене. Такой вот своего рода фьючерский контракт, так как происходят торги на нефтяных рынках, на различных вообще мировых сырьевых биржах. Шаги, которые сейчас правительство России предпринимает, мы еще обсуждали, да, по поддержке предприятий, которые занимаются импроводзамещением, как вы считаете, этого достаточно на данном этапе? Понятно, что не все сразу, не все как бы глобальная проблема, которую так быстро не решишь. Ну вот, по крайней мере, в правильном направлении мы движемся? У меня нет ответа на этот вопрос, так же, как мне кажется, нет ответа на этот вопрос и у правительства. Да, вот мы из отчета счетной палаты узнали, что в том знаменитом плане, значит, кризисном плане, антикризисном плане, 30, по-моему, 8% только выполнены позиции этого плана, 45, так вот, ни шатка, ни галка, 13% не выполнены вообще, хотя он должен был быть реализован где-то там до апреля, до начала мая уж во всяком случае. Поэтому сейчас вот нам нужна обратная связь для того, чтобы непосредственно из первых уст предпринимателей, руководителей корпораций, предприятий узнать, значит, вот то, что написано на бумаге, они как-то вообще почувствуют, они могут взять эти меры и начать ими пользоваться, или они так и останутся красивыми планами. Спасибо большое, Николай Владимирович, очень интересно, спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо.